всем привет сниму небольшое видео про вот этот мотоцикл который мы назвали юпендер по сути это в общем вот такая вот тут куча это запчасти от него можно было видеть в общем за основу взять юпитер 4 он был куплен очень хорошим состоянием у него была почти полная комплектация там проводка ну все стояло родное а брал его для того чтобы сделать вот такой мотоцикл это будет бобер чоппер что такое что для того чтобы можно было есть по городу и рука не поднималась резать этот юпитер но потом его разобрал посмотрел у него рама была кривая у меня была еще одна рама и так пошло поехало в общем я занялся тем для чего он был куплен в принципе сейчас мотоцикл уже имеет тот облик который задумывался ну я быстренько пробегу покажу что здесь есть в общем рама от юпитера это наверное рама от юпитера 5 двигатель от юпитера 4 от 4 юпитера вон на раму крива лежит это всякие обрезки что-то было сделано это переднее крыло она стоит сзади крепится вот так интересно но будет как будто висеть в воздухе в принципе сам весь мотоцикл делается таким чтобы он выглядел очень легким раму обрезали приварили там треугольник маятник удлинил на 10 сантиметров внутри арматура амортизаторы это обычные ижевские ну и много переварил крепления бак это из 49 глушители тоже из 49 сиденье иж 49 сиденье как такой капот вот так будет подниматься и там будет блок управления инжектором этого мотоцикла это ключ 2427 он в принципе тут несколько функций выполнять сиденье держит может быть визуально он не все время на глаза попадался и я его сюда прилепил а ну и плюс этот ключ откручивает колесо вот так обратно ключ ставится капот закрывается пошли дальше фара это урал по моему будет стоять или она же или другая но ободок должен быть с козырьком вот хочется с козырьком вилка планета спорт но сама вилка планета спорт крепление фары это их юпидер 4 родные колесо тоже юпидер 4 колесо родное барабан тормозной родной немного его подпилил и сделал такую залипуху для того чтобы ну что барабан не прокручивался вот но нужно еще сделать ось и колесо в принципе будет стоять у меня ровно сейчас она немножко влево вот но если я ось затянуть то будет стоять нормально вот эта вот включалка на баке она тоже мне покой не давала в принципе она очень хорошо смотрится и вот у меня есть еще 49 иж я на нем езжу не переключать рукой очень удобно вот но оставлять его просто так не хотелось а задействовать я не знал как ну и потом пришла идея то есть здесь вот так отсюда вот сюда пойдет тяга здесь насквозь отсюда будет другая тяга и на лапку кпп и в принципе будет переключать и руками ногами единственно только на 49 иже эта переключалка работает вот так то есть первая передача 2 3 4 а здесь будет просто вниз вверх и центральное положение бак немножко подварен просто укрепление с нором родные становились если что можно было бы бак перекинуть мотор неплохой с мотора все начиналось заглушить лишь 49 ну возможно они поменяются тормоза с обычные какие они были просто удлинил вот эту тягу тормоза уже работает задний кожух цепи я его срезать не буду хотя много есть интересных идей как его срезать вот но я хочу оставить цепь закрытая гофра эти у меня тоже есть идея как удлинить в общем будет кожух закрытая цепь гофрами ну как так ну это вот старые барахла от 4 юпитер который у меня лежит это мой 49 иж тут немножко составлен а так в принципе он всегда стать на почетном месте на нем катаюсь поводу крепления кстати я хотел сделать крепление заднего крыла с двух сторон ну а с левой стороны крепеж не клеился потом как-то я просто взял болгарку и отрезал крепление с левой стороны теперь крыло стоит достаточно нормально здесь нужно будет подварить получше вот с левой стороны выглядит вот так вообще как будто крепления нет что у нас здесь будет в принципе все то что сейчас есть будет маленькое крыло спереди на переднем колесе будет высокий руль и все больше ничего не будет даже проводки практически не будет то есть вот как вот этот весь скелет голый есть таким у нас останется ну единственно будет стоять аккумулятор на месте воздушный фильтр и все попробую уже в следующий раз его завести накину аккумулятор проводку попробую завести еще кое-что добавлю забыл сказать здесь очень козырная подножка стоит вот надо это тоже подножка от 1049 такая форма нехорошая она в принципе здесь очень хорошо поместилась то есть она прячется под глушитель пружинка чуть поддела вот и сидя на мотике выкидывать ее спереди намного удобнее чем выкидывать и допустим сзади откуда-то отсюда так пружинка и по поводу глушителей этим глушителем хана я бы конечно здесь может быть и оставил но они во-первых гнилые нужно доваривать куски свачки не очень и они все-таки наверное великоваты они достаточно толстые их пришлось подъебать чтобы они двигателя ебали нужно будет завести мотоцикл послушать как он будет работать с ними и потом я хочу еще попробовать либо просто сделаю прямые трубы предполагаю будет очень громко или возьму ураловские огурцы они должны быть такой же длины как эти от 49 ну вот ну надеюсь будут работать потише в принципе огурцы сюда тоже бы вписались вот нотик сам в принципе такой достаточно худой компактный глушительный от 49 сейчас выглядит вот так вот если сзади посмотреть ну прикольно вот огурцы бы выглядели тоже неплохо амортизаторы нужно будет поменять вот так как только одни пружины стоят там ровно я сажусь нажимаю сюда в принципе на землю кулочках он выглядит вот так вот 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 100 грамм на 2,5 литра масла мерник сейчас наверно эти крышки уже на вес золота я долго ковырялся чтобы этот глушитель все не стал заводной подножкой его не трошу ну к сожалению пришлось слушать не помять и если брать его оригинальным то в оригинальном состоянии его сюда поставить не получится вот только из-за этого идея поменять его либо на простые прямые трубы ну или на ураловские огурцы вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok